здравствуйте эта программа перекресток вот вообще хотелось бы чтобы эту программу сейчас увидели те кто эту программу сейчас не смотрит они наверняка находятся на пляжах отдыхает потому что погода способствует даже в 8 часов вечера можно хорошо купаться но я надеюсь что вы посмотрите либо в группе во вконтакте либо на нашем сайте либо в повторе программу увидеть потому что мы сегодня будем говорить о безопасности на воде гость судьи дмитрий санакоев руководитель спасательной службы череповца службы спасения дмитрий графеевич здравствуйте но как у нас сейчас в прошлом году природа дала вам такой немножечко перекурчик такой ну и плюс пандемия сделала свое дело все равно вы следили за порядком на пляжах но в этом году народу не просто много очень много считали вообще сколько человек приходит до прошлый год был такой скажем нелегкий но такой стабильный ровный без каких-то у нас происшествий погода позволила нам пройти хорошо прошлый год в этом году обстановка скажем прямо напряженная отдыхающих у нас очень много особенно наши городских пляжах в пиковые дни от самые жаркие по нашим подсчетам порядка 10 тысяч горожан отдыхала на наших пляжах то есть это такие очень весомые цифры потому что статистика прошлого года позапрошлого года за весь сезон порядка 60 тысяч всего за весь сезон отдыхала тут в день 10 тысяч проходимость пляжей то очень много ну и кроме того как все видят все берега наши усеяны отдыхающими то есть практически полгорода находится воды понятно справляетесь с таким потоком мы справляемся конечно усилили работу все силы мама мобилизовали да то есть справляемся да ну у вас есть помощники понятно что зимой там одни работают ли летом приходит стажер есть вас какие-то стажеры да естественно на наши городские пляжи мы набрали дополнительно 26 человек спасатели студенты пожарные аттестованные люди которые в нас осуществляют дежурство на наших городских пляжах ежедневно у нас на пляже 12 человек заступает дополнительно из каждый пост это два спасателя оснащенная всем необходимым ну и кроме того дежурная смена водолазов мотористов находится у нас на дебаркатере это тоже три или четыре человека достаточно внушительная группировка которого занимается обеспечением безопасности но вообще спасатели работают там с 8 до 8 или круглосуточно дежурство осуществляется время работы городских пляжах пляжей наших официально это с 10 часов утра до 8 часов вечера 10 часов вот там ребята дежурят по 10 часов все пляжи открыты у нас в этом да открыты все шесть городских пляжей все они функционируют все как бы приняты все оснащены всем необходимым поэтому приглашаем горожан именно на наши городские пляж но вы же для вас то купальный сезон начинается гораздо раньше чем для всех горожан вам же еще нужно подготовить пляжи осуществлялась подготовка и что вы делаете накануне купальный сезон в этом году также как и каждый год выполнить все необходимые мероприятия начинаем из водолазного обследования очистки на наш в наших городских пляжей потом следом готовится пляж на оборудование устанавливаться пляж на оборудование вывозятся спасательные посты параллельно мы ведем подготовку спасателей которые будут дежурить на городских пляжей проводим обучение сдают они зачеты проводим их допуск дежурством на городских пляжей пляжах в принципе вся работа как и в прошлые годы выполнена в полном объеме что нужно отдыхающему ждать знать о безопасности на воде вообще на каждом пляже нас установлены информационные аншлаги делают все правила поведения на наших городских пляжах они прописаны могу вкратце сказать что чего что что нельзя делать на наших городских пляжах это купаться среды следует строго отведенных местах нельзя заплывать за буйки нельзя пытаться передвигать буйки нельзя баловаться в воде на территории пляжа запрещено разведение костров угол собак курение распитие алкогольных напитков нельзя мусорить нельзя пытаться портить пляжное оборудование то есть в принципе все те же правила что у нас принято для всех общественных мест если случилась беда с тобой ты видишь что кто-то тонет как вот в этих ситуациях поступать необходимо сразу позвонить в какую-то оперативную службу лучше всего сейчас звонить по номеру 112 очень хорошо работает все службы сразу поднимается если вы находитесь на пляжах надо привлечь внимание позвать спасателей обратиться к спасателям попытаться самостоятельно помочь если что-то то если человек тонет постараться помочь доступными способами если сам тонешь если сам то не что здесь ну естественно папа именно сама важно подать сигнал потому что очень часто происходит так что человек тонет и он даже не крикнет и никто не увидит что он утонуло все это увеличивает время реагирования спасатели поэтому первую очередь надо привлечь внимание сейчас у всех есть сотовые телефоны тут же могут передать сигналы помощь придет гораздо быстрее если жертвы уже этого пляжного сезона этого оккупального сезона до 1 жертва у нас в этом году к сожалению есть вчера 21 07 поступил вызов с реки шексны в районе улице биржевой позвонили очевидцы сообщили что пропал мужчина но предположительно пошел купаться и утонул спасатели выехали на место происшествия опросили очевидцев выяснили ситуацию оказалось что банальная ситуация то есть трое молодых людей отдыхали в воды потребляли спиртные напитки друзья утонувшего проводили его к воде он пошел искупаться друзья ушли человек пропал водолазы провели обследование акватории ну и подняли тело утонувшего на погиб на поверхность передали сотрудникам полиции данных по нему нет но на вид на вид около 30 лет сожалению от первого жертву этого сезона у нас есть в прошлом году мы у нас не было за весь купальный сезон ни одного несчастного случая на акватории но потом году к сожалению статистика нарушена то здесь получается компания она даже и не пыталась его не спасать не не вызывать до поведения друзей вообще непонятно из компании то есть они просто его оставили повернулись ушли причем забрали даже его личные вещи покинули место происшествия я думаю сотрудники полиции разберутся в эту ситуацию это было на организованном пляже или это диким нет это дикий пляж это район улицы биржевой то есть место него не оборудование для купания но и в это время у нас уже этот это уже десятый час был вечера спасателей там даже на ближайших постах уже не было вечернее время произошло вот как раз о диких пляжах ведь даже в связи с таким наплывом желающих искупаться на организованные пляжи кто-то придет посмотреть офису занято пойду на какой-то там себе выберу мест тем более что на шоксин достаточной на ягарбе тоже таких мест вот следите ли вы за так называемыми дикими пляжами и можно ли там купаться гарантированно для своего здоровья мы конечно наблюдаем за всей акваторией у нас проводятся регулярно рейдовые мероприятия которые мы проводим из полиции с гимс и сами спасатели самостоятельно проводят наблюдаем за этими местами есть места у нас городе определенные для запрещенные для купания в этих местах уже выходим на берег и уже идем профилактическую работу кроме того вечернее время вот после снятия спасательных постов у нас осуществляется постоянно патрулирование двух плавсорец со спасателями которые вот контролируют ситуацию на воде к сожалению весь город вот как во вчерашнем случае мы охватить не можем потому что все видят что практически все берега у нас отдыхающих вот вечером стараемся брать обстановку на контроль вечером очень много у нас происшествий связанных заплывом на судовой ход практически каждый вечер два-три человека мы снимаем судового хода скажем так вечером вода оживляется да и очень много происшествий ну да после после работы вы прохладиться но вы только пальчиком погрозите или это такое мы ведем профилактические беседы если граждане реагирует адекватно то мы на этом и заканчиваем но если кто-то пытается обузить тогда вызываем сотрудников полиции для того чтобы они уже оформляли данных нарушителей но помимо заплыва на судовой ход какие еще нарушения прямо на самих пляжах череповчане допускают но самый распространенный очень много да мы ведем статистику этих нарушений которые происходят это и курение это распитие алкогольных напитков это как раз все эти правила которые они написаны что за грани все есть нарушениях это и выгул собак это разведение костров это не цензурная брань на это мы тоже обращаем внимание потому что на пляжах на наших пляжах отдыхают и дети и мамы что еще какие нарушения заезд автотранспорта случается на наши городские пляжи ломает пляжное оборудование тоже особенно в вечернее ночное время вот ну бывает всякие происшествия в виде травм каких-то тепловых ударов какие-то возможно правонарушения происходит то есть на все это спасатели реагируют мусорит мусора доход да 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 ну департамент жкх проводит качественную уборку то есть с утра городские пляжи они опять при приводятся на вообще хорош хороший вид да ну у граждане мусори да ну на пляжах установлены контейнер и урны принципе не скажешь что наши пляжи грязны вообще когда выбирают место для купания взрослые особенно с детьми они понятно что отвечают за свое поведение но часто забывают про детей вот какие рекомендации можно дать родителям которые пришли вместе с детьми и детям которые приходят на пляж в гордом одиночестве без родителей да кстати одно из правил поведения на пляже что детей нельзя однозначно оставлять без присмотра кроме того хочу заметить что согласно законодательства появление детей и подростков в возрасте до 18 лет без сопровождения взрослых в акватории вообще запрещено но у нас есть такие факты что у нас и малолетние дети и по пять по шесть лет самостоятельно приходят на реку и пытаются купаться по этому направлению мы тоже активно работаем конечно всех детей с пляжей силой удалять нельзя потому что они пойдут купаться куда-то в необорудованные места но профилактическую работу в этом направлении мы ведем у нас проводятся за и совместные рейды с инспекцией по делам несовершеннолетних спасатели на пляжах постоянно обходят территории выявляют малолетних нарушителей пытаемся довести информацию до родителей то есть контактные данные какие-то мы выбираем сообщаем родителям приходят допустим девочка 15 лет и брат у нее 6 лет вроде оба в подростковом возрасте тоже таких вещей нельзя делать был у нас случай в эту субботу по моему мальчик 6 лет тонул на ломоноском пляже хорошо что спасатели вовремя заметили его извлекли из воды передали родителям провели профилактическую беседу но такие вот случаи имеет место быть то есть родители были рядом здесь да да то есть ребенок был предоставлен сам себе помог произойти трагический случай поэтому мы рекомендуем всем внимательно следить за детьми и никогда не оставлять их без присмотра особенно воды это очень опасно ну то есть все-таки собираясь на пляж в эти теплые дни и я думаю что они еще будут продолжаться в нашем городе еще долго что нужно о чем нужно подумать прежде чем выходить на пляж как собраться помимо того что купальник с плавками взять на пляж надо у нас вот очень часто сейчас происходят теплового тепловые удары связи с такими аномально теплыми погодными условиями естественно необходимо голову прикрывать когда вы идете на пляж то есть кепочку панамочку обязательно необходимо взять с собой необходимо взять с собой воду не пиво там не алкоголь а именно воду которая вам позволит сохранить тепловой баланс если вы долго загорали не необходимо резко в воду не заходить заходить надо постепенно чтобы тело постепенно меняла свою температуру что еще внимательно следите за своими вещами на пляже потому что имеет происходят случаи воровства на наших городских пляжах то есть не оставляйте свои вещи без присмотра вообще голову надо взять для того что-то необходимо постелить потому что некоторые как мы наблюдаем прямо на песке лежат но это немного не гигиенично вы имеем какую-то вот подстилку брать с собой для того чтобы загорать с удовольствием обязательно в трезвом состоянии чтобы не было никаких происшествий а безопасности на воде мы сегодня рука говорили с руководителем службы спасения города череповца дмитрием занакове вам спасибо вам большое вам удачных удачного контроля и чтобы происшествия на воде не было совсем спасибо будем стараться это была программа перекресток увидимся и то а и и и